Приветствую всех любителей шахмат! Мы начинаем новую серию ответов на вопросы и перед началом выпуска хочу выразить благодарность за поддержку Борису Финаревскому за 500 рублей, Константину Шувалову за 200 рублей, который написал сообщение спасибо и Вите Слону за 100 рублей, который задал вопрос сколько жмете от груди. Официальные результаты у меня на соревнованиях 180 килограмм на раз. Итак, я приступаю к ответам на вопросы, которые вы писали в комментариях под предыдущим видео данной серии. И первый вопрос от Алекса. Прекрасная рубрика. Как вы считаете, существуют ли наиболее эффективные дебюты или все зависит от нынешних реалий в шахматных кругах? Ну нет такого понятия эффективные дебюты, неэффективные. Есть как бы классические дебюты, которые играют гроссмейстеры и играть или не играть тот или иной дебют зависит в большинстве случаев от вкуса и характера самого человека, его предпочтений. А такого вот волшебного дебюта, который будет вам приносить победы, конечно же нет. Чем больше у вас знаний в том или ином начале, тем больше вероятность того, что вы будете добывать в нем максимальное количество очков. То есть эффективность зависит от вашего труда. Идем дальше. Следующий вопрос. Как вы думаете, кто будет следующим чемпионом мира после Магнуса Карлсона? Мне кажется, что из нынешних соперников в топ-10 никто не сможет одолеть Магнуса. А вот подрастающая молодежь, такие шахматисты, как Феруджа Али Реза, возможно, поднабравшись опыта, действительно смогут составить конкуренцию Магнусу и все-таки отобрать у него титул. Поэтому я оставлю на Феруджу. Следующий вопрос пишет Денислав Ярданов. Вы считаете Василин Топалов чемпион мира? Ваше личное мнение отличается ли от официальной версии? Спасибо. Ну, Василин Топалов чемпион мира по версии Фиде. Конечно же, он не обыграл в классическом матче предыдущего чемпиона мира. Ну, коим являлся, допустим, Каспаров. Затем чемпионом мира стал Крамник. Вот если бы Топалов обыграл Владимира Крамника, то его и вправду можно было бы называть чемпионом мира. А так он всего лишь чемпион мира по версии Фиде. Хотя и этот титул очень и очень непросто взять. Ратибур Маляев спрашивает. Классная рубрика. А вы со многими шахматными стримерами знакомы лично? Ну, лично я ни с кем не знаком. Заочно у меня имеется знакомство и, в принципе, неплохие отношения с Игорем Немцевым, Олегом Соломахой, Евгением Новиковым. А чтобы так лично, я с ними, конечно же, не встречался. Потому что мы живем в разных странах. Идем дальше. Хотелось бы узнать, какие дебюты популярны на данный момент. Какие морально устарели, пишет Овер. Но здесь можно говорить больше не о каких-то дебютах, а именно о дебютных вариантах. Который переоценивается, списывается на определенное время в архив. Затем возвращается в шахматную практику. Допустим, так долгое время было с вариантом дракона в сицилианской защите Е4-C5. Когда была разработана так называемая атака Раузера. Ну, вот здесь черный фенкитирует слона на большую диагональ. И белый подготавливает длинную рокировку. Ну, тут конь С6, допустим, рокировка. И дальше белый играет А4-H5. Меняет чернопольного слона. Разменивается на Ж6. И попросту ставят мат черному королю. Долгие годы эта система считалась неблагополучной для черных. Перворазрядники выигрывали у гроссмейстеров, как в свое время писал Роберт Фишер. Но затем были найдены пути получения активной контр-игры за черных. И вариант вернулся к жизни. И так можно сказать о многих дебютных вариантах. Я не буду в рамках данного видео все их перечислять. Если у вас есть желание это все посмотреть, можете почитать, допустим, книгу Гарри Каспарова «Дебютная революция 70-х». В ней он как раз некоторые дебюты описывал, в которых произошла именно переоценка ценностей. И определенный дебют и дебютный вариант вернулся вновь в шахматную практику. Вопрос от Ника. Хочу спросить об одном дебюте «Красиная защита за черных». Речь, видимо, идет о защите у Ителки, когда белый играет Е4, черный отвечает Д6. Затем белый захватывает пешками центр, а черный, по заветам гипермодернистов, организует на этот центр фигурное давление. Один конь идет на Е7, второй на Д7. А белопольного слона они также фианкетируют на большую диагональ. Но вот недостаток всей этой системы, насколько я понимаю, в том, что у белых слишком большой выбор различных возможностей и планов. И черным придется со всеми этими планами считаться. Допустим, я играю против защиты у Ителки. Ту же самую схему, что и против староиндийской защиты. И классическое построение. Слона развиваю на Е2. Затем на ход Б6 могу сыграть слон Е3. И на слон Б7 просто запираю центр ходом Д5, затупляя белопольного слона. И если черные, по аналогии со староиндийкой, пройдут пешкой вперед, с идеей подрывать базу пешечной цепи белых по арону Немцовичу, тогда получается выгодная редакция как раз варианта Петросяна. Белый отступает конем на Д2, играет Б4, С5, получается староиндийка за черных, без кучи темпов, с непонятным слоном, расположенным на поле Б7. Поэтому, мое личное мнение, защита у Ителки, дебют, так сказать, на троечку. Давид пишет в свой комментарий, стоит ли играть с компьютером, в интернете хочется сыграть в классику, но многие отказываются, предпочитая Блиц. А играя в Блиц, ты не прогрессируешь. Возник вопрос, как прогрессировать, играя с компьютером. Я бы все-таки советовал на разных шахматных площадках зарегистрироваться и играть все-таки в классику, ну либо в быстрые шахматы с человеком, который немного сильнее вас. Пунктов на 50-100. Если противослабый оппонент играет, то прогресса в этом случае не будет, как и в случае с равным соперником. А вот если немного посильнее, то самое то. С компьютером играть я бы не советовал, поскольку железный друг, холодильник, как писал о нем Михаил Таль, практически не допускает ошибок. Ну и какое-то гнетущее ощущение возникает и быстро отпадает желание заниматься шахматами. С компьютером можно какие-то дебютные линии рассматривать, но не более того. Данил Левин спрашивает. Учились вы шахматом по литературе? Если учились, то по каким именно книгам? Можете составить топ-3 книг по шахматам, что вы прочитали? Попробую составить такой топ. На первое место я бы поставил книгу из тех, что я прочитал. «Как стать гроссмейстером» Александра Котова. Замечательная книга, благодаря которой я совершил действительно огромный такой скачок в своем шахматном совершенствовании. Также на меня большое влияние оказала книга Арона Немцовича «Моя система». Ну и, пожалуй, книга Хосе Рауля Капабланке «Учебник шахматной игры». Вот, скажем так, мой топ-3 шахматных книг. Читаю следующий вопрос от Купреева Евгения. «Ваш любимый дебют, дебюты, можно ли выигрывать у хорошего шахматиста, не применяя известный дебют, а тупо двигая фигуры по наитию?» Ну, отвечая на вторую часть вопроса, скорее всего, что нет. Если вы не изучаете дебют, то у хорошего шахматиста вам не выиграть. Что касается моего любимого дебюта, то это ферзевый гамбит. Идем дальше. Как вы думаете, начинать лучше с изучения дебютов или эншпилей? На этот счет есть разные точки зрения. Такие шахматисты, как Капабланка и Смысловов советовали начинать именно с изучения эншпиля. Другие тренеры говорят, что детям неинтересно будет изучать эншпиля и лучше начать с дебюта. Я думаю, что нужна какая-то золотая середина и уже с первых шагов шахматной игры начинающего человека, шахматиста, нужно изучать все стадии шахматной партии гармонично и одновременно. Илья Сираков. Когда наступит ничейная смерть? Разговоры о ничейной смерти велись еще в 20-е годы прошлого столетия по завершению матча Олехенко-Пабланка, когда была зафиксирована рекордная серия ничьих для матча, который длится, ну скажем так, три десятка партий. И начали активно тогда обсуждать возможность изменения правил шахмат. Но последующая практика показала, что это все разговоры для бедных. Нашлись новые пути, нашлись новые течения в шахматах, более агрессивно начали разыгрывать дебют за черных. Ну и сейчас шахматы как бы живут и процветают. И думаю, что в ближайшие несколько столетий с ними ничего не случится, в частности ничейная смерть. Илья Сазонов. Спасибо за рубрику. Вопрос про литературу. Не планируете делать обзоры на шахматные книги? Ну таких мыслей у меня на самом деле не было, но если такая идея появится, то она будет обязательно воплощена на моем канале. Читаем следующий вопрос. Хорошая и полезная рубрика. Спасибо вам. Вопрос. Сейчас многие шахматисты играют в шахматы по интернету и не часто читают книги. Как вы считаете книги лучше или программы шахматные? Я думаю, что лучше книги, но если вы выходите на серьезный уровень от первого разряда и выше, то нужно здесь уже подключать и шахматные программы. До первого разряда можно смело ограничиться какими-то классическими учебниками и классическими книгами. Тимирлан Сагидола. Подойдет ли первому разряду книга «Стратегия Эншпиля» для изучения окончаний, которую написал Шерешевский? И какую еще книгу посоветуете? У Шерешевского есть, кроме этой классной книги, еще книга «Контуры Эншпиля», где он проводит связь дебюта и возникающего окончания, рассматривает возможные типовые окончания, пешечные структуры. Просто супер классная книга. Она мне в свое время очень помогла и вам я ее советую. Кроме этих книг еще можно посоветовать теорию и практику шахматных окончаний Панченко. Дальше. Зина Примерова спрашивает, а как получить платную подписку на твоем канале? Ну о платных подписках я, если честно, ничего не слышал на YouTube. Есть на Twitch платные подписки. На YouTube есть премиум подписка, которая не привязана к конкретному каналу. Но благодаря премиум подписке вы можете просматривать видео без рекламы. И есть еще возможность стать спонсором канала, когда идет прямая трансляция, либо премьера. Нажимаете на значок доллара в чате и становитесь спонсором канала. Получайте определенный значок в чате. Читаю дальше вопросы. Man from Antio.ru Как-то так звучит ник. Стал ли данный канал для вас основной работой? Основной работой канал пока что не стал. Но в принципе он приносит неплохой доход. Примерно такой же, как и на основной работе. Но вот я пока не решился еще уйти с так называемой основной работы. Дамир Закиров спрашивает. Какой ваш любимый чемпион мира по стилю игры? И кто на ваш взгляд самый сильный? Больше всего мне нравится стиль игры Анатолия Карпова. А самым сильным я пожалуй считаю Гарри Каспарова. Дальше. Алексей Языков обратил внимание, что на D5 титулованные шахматисты очень часто отвечают конь F6. С чем это связано в большей степени на ваш взгляд? Связано это с тем, что после хода конь F6 есть замечательные дебюты. Такие как защита немцовичного, индийская защита. Либо есть староиндийская защита, ход G6. И также защита Грюнфельда тоже замечательный дебют. Есть модерн Бенони, когда черный подрывает центр ходом C5. Много хороших дебютов после хода конь F6 открывается перед черными. Но также нужно сказать, что и ход D5 также является отличным и обеспечивает черным хорошие шансы на уравнение. В этом видимо и причина популярности хода конь F6 наряду с ходом D5 на первое D4. Механя пишет, конечно, тут длинный такой комментарий. Прекрасная рубрика. Думаю, что публика ждет ответов на теоретические вопросы по основам шахмат. Вопросы по типу, какие преимущества и недостатки несет за собой захват центра. И, конечно же, почему именно так. Но давайте вот на первую часть вопроса я попробую ответить. Преимущество захвата центра. Дело в том, что фигуры, которые стоят в центре доски, легко можно перебросить на любой участок доски. В зависимости от того, где будет разворачиваться главный театр военных действий. Если мы поставим ферзя на поле D4, то у него гораздо больше будет полей для отступления. Ну или для нападения. Чем если мы, скажем, поставим ферзя на какую-то другую клетку. Либо если мы поставим коня на поле D4, то у него будет гораздо больше возможностей, чем если он будет стоять на поле A1. И так дальше можно продолжать аналогию. То есть захват центра обеспечивает возможность быстро перебрасывать фигуры на любой участок доски. Вопросы посложнее. Каким способом возможно недостаток инициативы обратить в преимущество? Довольно сложный вопрос, на который невозможно одной фразой ответить. По этому поводу целую книгу можно написать. Не возьмусь отвечать на этот вопрос. Игрокам обычно хватает практики, так как есть много площадок для игр. Но вот в теории многие игроки путаются. Если вбить в Яндексе учебник по шахматам, то поисковик выдает разного рода литературу. В этой литературе зачастую много примеров и мало теоретических основ. В связи с этим обстоятельством возникает логичный вопрос. Какую книгу или несколько книг взять для изучения основ теории шахмат? И есть ли какие-то рекомендации для самых начинающих, средних и продвинутых игроков? Для начинающих игроков основы шахмат, учебник шахматной игры Хосера Улька Пабланка, моя система Арон Немцович. Пожалуй, этих книг будет достаточно, но можно еще Тараша подключить книги. Средним шахматистам я бы посоветовал различные сборники партий, прокомментированные титулованными шахматистами, чемпионами мира, сборники собственных партий. А продвинутым игрокам от КМС и выше нужно изучать труды Марка Дворецкого. Читаем дальше комментарии. Это будут очень нужные знания для многих. Благодарю за ответы на вопросы. Прекрасный объемный разбор интересных партий. Разбор возможных ошибок, а также заведение в основы шахмат. Это лучший канал для уроков по великолепной дисциплине. На ютубе уж точно. Спасибо Механе за комментарии и вопросы. Итак, это были все вопросы на сегодня. Если вы хотите получить ответ на свой вопрос, напишите его в комментариях под данным видео. Также поставьте палец вверх. До скорых встреч!